Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Рафаэль Мусан-Леви. Сегодня Песах заканчивается. Вот так это выглядит. Самый большой еврейский праздник, который отмечают не только здесь на Святой Земле, но и везде, там, где существуют иудейские общины. Это исход из Египта. И вот так это выглядит сейчас. 2021 год исхода из локдауна. Ура! Закончился локдаун, и можно опять собираться кучками. В прошлом году люди все сидели в зумах, люди все сидели на трансляциях и так далее. А вот сегодня, вот в этом году, в этот раз мы исходим из короны. Вот так это выглядят, дорогие мои, пробки! Ну а это супермаркет. Вы спросите, что это у вас в супермаркете за такие пленки везде? У вас что, ремонт? Нет, это у нас Песах. Кошерно для Песаха. Что это означает? А это означает, что со всех полок исчезли хлебные изделия и также мука. В Песах нельзя есть ничего квасного или дрожжевого. Поздравляем с праздником весны! Желает компания Осом, которая как раз и изготавливает хлебобулочные изделия. И вот вместо хлеба на полках появляется маца. Маца – это такие пресные плоские галеты, которые едят на Песах вместо хлеба. Делают это в память о том, что когда евреи совершали свой исход из Египта, они не успели испечь квасной хлеб. И Господь заранее велел им испечь хлеб из пресной, не подошедшей муки, потому что наутро они должны были уже Египет покинуть. И некогда было им ожидать, пока хлеб взойдёт. Маца в современном Израиле делается самая разная. Даже маца в шоколаде и посыпанная разноцветными дрожжи. Ну, а действительно, шоколад с мацой сочетается хорошо. Поэтому рядом с мацой стоят банки с шоколадной намазкой. Тоже, конечно, кошерные для Песаха. То есть ни грамма квасного быть не должно. Ну, а как же праздничная выпечка? Её делают из специальной мацовой муки, которая продаётся в большом количестве. Также всевозможные печенья и булочки делаются из кокоса и арахиса. Ну, а вот и полки, на которых в былые времена, неделю назад, ещё лежал хлеб. Можно было бы сделать такие фейковые новости, фейк-ньюз из Израиля. И сказать, что из-за коронавируса у нас из магазинов пропал даже хлеб. Но это ненадолго. Уже в воскресенье. То есть сегодня всё появится обратно. А где же прячутся запрещенные на Песах товары? А вот там. Если заглянуть за эти занавески, вы увидите там и муку, и корнфлекс, кукурузные хлопья. И супы, почему-то супы. Тоже концентраты входят в число запрещенных продуктов. Ну, и, конечно, пачки с мукой. Так вожделенные всем хозяйкам. Где они? А вот там. Мы знаем, куда их прячут хозяева магазина. Дело всё в том, что вообще-то по закону Моисеева нельзя не только продавать, но и держать у себя в доме или в магазине некошерные для Песаха товары. Как же выходит из положения современный бизнесмен? Ну, не будешь же ты всё это вывозить на склады. Это будет очень дорого и очень неудобно. Поэтому на время это как бы передают какому-нибудь нееврейскому бизнесмену, торговцу, какому-нибудь арабу. Он как бы это на неделю покупает, а потом магазин выкупает это обратно. Ну, а держать ему негде, поэтому это держит в магазине. Но это же не его товар, то есть не магазин и товар, а этого араба. Так что вот такие хитрости, казуистика современного иудаизма – типичная вещь перед Песахом. Хозяйки нередко также своим нееврейским знакомым продают какие-нибудь хлебные, например, сделанные из пшеницы виски, берут у них денежку, а после Песаха покупают обратно. Ну, вот так выглядят израильские супермаркеты. Так выглядели они всю эту неделю. Итак, из супермаркета передвигаемся дальше. Мы сейчас на станции первого вокзала Иерусалимского. В наши дни это торговый комплекс. Стоит говорить, что несмотря на то, что сегодня мы увидим очень много ортодоксальных и нагорожных евреев, то есть ортодоксальных евреев, которые приехали своими семьями специально сюда, но стоит сказать, что вот, например, этот открытый ресторан, который мы видим, и вообще все эти кафешки и рестораны – это центр светского Иерусалима, не особо ортодоксально еврейского. Поэтому тем более удивительно, что мы увидим сегодня на улицах Иерусалима, и даже здесь, на месте первого вокзала, много ортодоксальных евреев. Обратите внимание, эти места открыты по субботам, они не совсем кошерные, если так сказать, но эти гости, наверное, вряд ли об этом думают, или, может быть, не слишком фанатично относятся к своей ортодоксальности. Видите, у них головные уборы и у женщин, и у мужчин кипе, и вот для них тоже вот такое представление, вот видите, здесь делают. Наверное, люди очень голодали по культуре во время пандемии, все было закрыто на локдаун, и вот сейчас опять можно собираться. Это такой муниципалитет организует такое, наверное, бесплатное представление с клоумами, и смотрят израилетяне, в основном те, которые сидят, это ортодоксальные евреи, которые вряд ли пойдут когда-нибудь в театр, да, вот кто-то сидит, кто-то с большим интересом, кто-то скучает, но, тем не менее, вот такое необычное собрание людей на этом месте. Видите, мальчик тут с пребиволос на висках, и с ермолкой, это кипа, черная кипа, это знак, но вот тут мы видим, что и светские израилетяне рядом сидят. Это место было почти целый год абсолютно пустое, поэтому удивительно видеть, как все живет, капучино пьют. Вот тут, например, светский парень с девушкой, как бы такой разнообразный Иерусалим. И вот опять, конечно, дети все сидели по домам и могут сейчас выйти из дома, выйти из карантина, выйти из египетского рабства на свободу. В основном те семьи, которые мы тут видим, это ортодоксальные евреи. Те евреи, которые светские, обычно у них, если у них бывают семьи, если у них правильная ориентация, тем не менее, у них не многодетные семьи. А те, которые имеют многодетные семьи, это в основном религиозные, ортодоксальные евреи разных направлений. Среди них могут быть националисты-поселенцы, могут быть антисионисты даже, могут быть просто израилетяне обыкновенные или иммигранты. А вот тут слайм. Это, конечно, вещь, которую я терпеть не могу, мои дети тоже в этом играют. Но вот здесь, видите, дети могут заниматься с дядей. И это не пачкает салон, не пачкает стен и не пачкает мебель. Вот да, на здоровье, мальчик хороший. Да, можно играть здесь. Это не мой дом. Пачкай сколько хочешь. Вот такие дела. Ну да, но не люблю я слайм. Что делать? А так, конечно, вот карусела, которая вот особо моя дочь Кассия, очень грустела, что это было закрыто. Она очень тяжело восприняла, что и вот это тоже поезд детский не работал. А вот сейчас опять свобода. Вышли из рабства на свободу. Но цель какова? Вот видите, здесь опять мы в пробках, потому что мы продолжаем дальше в сторону старого города. И вот, увы, все дороги из старого города или к старому городу, они все вот просто полностью забыты машинами. Вот мы уже под стен старого города. Такой ортодоксальный еврей, который ходит в центре кадра. И еще здесь семья явно нездешных евреев. Еще какие-то туристы. Можно видеть по походке, потом как люди уверенно или не очень уверенно ходят по местам, понять, если они местные или не местные. А если человек оказался бы просто сегодня в Иерусалиме, он бы получил не совсем верное представление о том, кто здесь ходит. Но я, честно говоря, сам поражен. Удивлена и я, потому что такого количества паломников мы не видели не только до пандемии. Я думаю, вообще никогда не видели. Даже на Пасху, на нашу православную Пасху, когда действительно очень много людей приезжают в город, не увидишь такого столпотворения именно у Явских ворот. Откуда я знаю, что все эти люди израильтяне, но из других городов? А вот по этой лестнице. Посмотрите, мы видим, как папаши несут на руках коляску. В двух шагах есть пандус. И все папы Иерусалимские, конечно, о нем знают. Так что точно можно сказать, что они из других городов. Ну, как пошутил Рафаил, несут свой крест отцовства. Ну вот, а идут они все к Явским воротам, потому что отсюда, опять же, для неместных самый короткий путь в стене плач. Те, кто местные, знают, что можно пройти и от Дамасских ворот, и от других. Ну и вот прямо около Явских ворот немножко кляйзмирской еврейской музыки. Вот такую музыку разрешено слушать верующим евреям. Они не слушают ни классическую музыку, ни джаз, ни популярную музыку, тем более. Вот такую и свою религиозную музыку слушают также. И вот, опять же, мы видим с вами необыкновенно красивый, но очень редкий кадр. Посмотрите, какая вереница еврейских паломников в Иерусалим к стене плача в дни Песоха 2021 года. Это уникальные кадры. Сегодня, друзья мои, когда мы это снимаем, вообще-то великий четверг у католиков. То есть в былые времена все-таки было большое количество групп католических, которые приезжали на Пасху в Иерусалим. В этом году город полностью еврейский, ни христианского, ни мусульманского присутствия не видно. И это действительно очень как-то поражает и впечатляет. Вот развивается флаг у Явских ворот, и мы видим указатель на Хакотель Хамарави. Это на еврите стена плача. Опять же, указатель поставлен для иногородних евреев. Как вы видите, да, такой временный указатель полиция поставила, чтобы они не спрашивали, не терялись. И все равно спрашивают и теряются. Беспрерывно вот в эти дни нас спрашивали, как пройти к Котелю и так далее. Все вот эти люди идут к стене плача. Видите, какая большая вереница паломников, туристов из других городов Израиля. Идут они через площадь Амара ибн Хаттаба. Завоеватели Иерусалима. Полицейские вот объясняют, все-таки кто-то заблудился. Это башня Давида. И вот нескончаемый поток людей. Вот действительно такое необычное зрелище. Через армянского квартала идем к стене плача. Это не единственная дорога, но тем не менее интересно. Видите, перед нами такой ортодоксальный еврей. Вот эта шапочка, которая на него на голове называется Штреймель. А тут совсем другие ребята. Это поселенцы в основном. И девушки тоже поселенки. Все евреи, конечно. Я думаю, что сегодня я единственный крещеный человек, который ходит по этой улице. Это действительно необычное ощущение. Всегда евреи были в меньшинстве. Евреи были всегда гонимы. Я не хочу себя чувствовать как жертва, но я тут в меньшинстве. То есть они тут большинство. И я, как христианин, один среди множества евреев хожу в этой толпе. Кстати, единственный среди них, который еще и местный, потому что мой дедушка родился как раз именно в этом квартале. В наши дни в основном в этом квартале живут уже англоязычные евреи, которые выбрали жить именно здесь, в старом городе. Но не те, чьи корни здесь, здесь раньше жили в основном сефардских восточных евреев. Но сегодня весь Израиль прямо сюда приезжает. Все идут, видите, толпою к стене плача. Как и в древности, весь народ должен был собираться на Песах, на Пасху, то есть в Иерусалиме, приносить жертву. Вот. А вот в этом и разница. Что в наши дни хождение, оно как будто чисто по инерции. Вот произнести какие-то клятвы в Иерусалиме, побывать у стены плача. Но стена плача – это не сама святыня. Сама святыня – это храм, который некоторые мечтают восстановить. Место, где много мечтают, чтобы опять были приносены жертвы. Будут ли какие-то жертвы сегодня? Что вы думаете? Нет. Будет шуарма. По пути к стене плача есть рестораны, где продают мясо. Это единственное жертвоприношение, которое мы вам сегодня покажем, поскольку никаких баранов у храмовой горы не приносит. На самом деле, то, что люди стараются поесть именно в мясных ресторанах в Песах, это не случайно. И с Песахом, конечно, связано. В древности, в этот день, в память об исходе из Египта и избавлении евреев от руки ангела смерти в ночь, их исхода, как раз приносили пасхального агнца в храме. И потом его всей семьей кушали. Сейчас жертвоприношения у евреев нет, потому что нет храма. Но традиция, в Песах есть мясо, осталась. Пасхальная трапеза у евреев обязательно включает в себя мясо. Холи Бейгл – магазин, где продают бейгели. То есть хлебные такие изделия, такие круглые бублики с начинкой, кошерные для Песаха. Не знаю, как, каким образом. Ну, а поскольку мясо кушать дорого, а хлеб кушать нельзя, то, конечно, народ массами поедает что? Чипсы. Или, как называют у вас в России, картошка фри – любимая еда и детей, и взрослых. Как у вас, так и у нас. Как видите, все поколения выбирают картошку фри. Зачем я её рекламирую? Нет, я не рекламирую, просто делюсь. Честно признаюсь, я стены плача не очень люблю. Даже совсем не люблю. Но именно сегодня особый трепет есть. Всё-таки это дни Песаха. Это дни, когда во времена Ветхого Завета весь народ шёл в храм на этом же самом месте, где сейчас мечеть Аллахса, купол над скалой. Именно эти события описаны также в Евангелиях. И как-то действительно тревожно. Ты видишь, что много всего изменилось, но ничего не изменилось. И тогда тоже были особые ходы, через которых пустили народ, чтобы идти приносить жертвоприношение. И мы видим на то же самое место вот сейчас те же самые зрелища, только после столько лет. Я сам, те, которые меня знают или смотрят мой канал, знают, что я особо не пахнусь ионизмом. Но это действительно выглядит удивительно. Вот это собирание людей, особенно после целого года локдауна. И неважно, как ты к этому относишься, нельзя быть равнодушным, когда видишь, как весь народ собирается здесь, на этом месте, в этот день, на месте, где был храм, где стены, да, от структуры, которую построил Ирод, да, стена плача, это на самом деле то, что мы видим сейчас перед нами, это не само святыня. Даже не все верующие евреи стремятся именно молиться у стены. Смотрите, те наиболее, скажем так, верующие евреи, им не важно стоять прямо у стены или чуть дальше от стены. А как раз те, которые прямо стоят или целуют стены и трогают, это могут быть даже люди новообращенные или наоборот просто неверующие, но которые так хотят раз в году походить в синагогу. Можно это определить по ермолкам, по кипы. Те из них, которые имеют такие белые кипы, это в основном те одноразовые кипы, которые раздают у входа стены плача. То есть это означает люди, которые в повседневной жизни они не ходят обязательно в кипе. Но когда они здесь, именно хочется им потрогать то, что им кажется самый главный символ их связь с Богом, с храмом. Единственное, что осталось от храма. Напомню, что стена плача не является стеной Иерусалимского храма. Эту стену построили при Ироде Великом для того, чтобы укрепить западный склон храмовой горы. То есть во времена второго храма эта стена никакой религиозной, скажем так, нагрузки, никакого значения не имела. Она стала местом особой молитвы для евреев в VII веке, когда они потеряли возможность подниматься на храмовую гору, молиться там из-за того, что там была построена мечеть. И вот с тех пор и по сей день это главная святыня евреев. То есть стена, которая находится прямо у храмовой горы, над ней уже храмовая гора. И, конечно же, поэтому здесь считается особо благодатным помолиться, попросить что-то у Бога, ну и, конечно же, оставлять записки, что, кстати, не поощряют атодоксальные раввины, но народная традиция такая есть. Это женская половина. Молятся у евреев мужчины и женщины отдельно. И сейчас мы видим с вами женскую сторону, как бы, да, где молятся женщины. И они, как мы видим, молятся подальше от стены, ближе к мосту. Отдельно вход, отдельно выход, для того, чтобы не толпились. Вот посмотрите, как по-разному повязаны платки, а у некоторых даже парики на головах. Это всё знаки отличия разных общин. Приходят и солдаты, конечно, да, и они не только здесь дежурят, вот эти солдаты явно пришли тоже поклониться. Их привели, видимо, целый, не знаю, взвод, разделение, подразделение, поклониться, помолиться у стены плача в эти дни. Они тоже часть еврейского народа, и не только на службе здесь бывают, но и для молитвы тоже. Это всё, что мы хотели вам рассказать сегодня. Прощаемся с вами. До новых встреч.